Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, эндокринолог, реабилитолог и психоэндокринолог. Соответственно, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы будем делать реабилитологию, ЛФК я вам покажу, стандартный курс ЛФК в кроссовере. То есть, этот курс больше предназначен для тех людей, у кого есть грыжи, какие-то легкие протрузии, спондилоартроз какой-то небольшой, но уже если у вас есть спондилоартроз, конечно, лучше, смотрите МРТС, там написано слово спондилоартроз, лучше обратиться к врачу, потому что это уже изменение положения позвонка. И лучше проконсультироваться, стоит ли вам делать какое-то из этих упражнений. Также, если у вас когда-нибудь наблюдалась вертебробазилиарная недостаточность, то есть, это когда пережимается базилиарная артерия, которая находится в районе шейного отдела. Соответственно, вот если такие вещи, то лучше консультироваться с врачом и самостоятельно никаких ЛФК себе из интернета не назначать. В случае, если у вас миофасциальный синдром, то тогда, конечно, данные упражнения будут максимально эффективны. То есть, при каких-то миопатиях, то есть, при мышечных изменениях тонуса мышц, в случае, если, опять же, это не рецидив заболевания, у вас нет такого яркого идущего воспалительного процесса, данные упражнения будут эффективны. В случае, если это дегративные изменения тяжелого и позвоночного столба, эти упражнения нужно выполнять только после консультации с врачом, еще раз повторюсь. Также эти упражнения могут быть эффективны в некоторых случаях, когда у вас есть нарушения естественных изгибов вашего позвоночника, так называемые гиперлордозы, гиперкифозы и так далее. Однако, будут они эффективны или нет, тоже нужно обсудить с вашим лечащим врачом. Также вам для этого понадобится свежее МРТ-исследование позвоночного столба, ну, чтобы нам, соответственно, максимально точно понять, что у вас там внутри случилось, приключилось. Ну что же, приступим. Итак, дорогие друзья, упражнение верхняя левада у нас сейчас будет. Суть упражнения какая? Что мы даем мышцам и напряжение, и последующее растяжение. Сейчас вы увидите, что оговорюсь, качки, товарищи, бодибилдеры, кто меня смотрит. Изначально упражнение не для мышечной гипертрофии, только как лечебная физкультура. Поехали. Итак, дорогие друзья, сейчас будут такие ротации корпусом из положения выпада. Для чего это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы развивать вообще все ваши мышцы-стабилизаторы, да, для того, чтобы вы, соответственно, учились удерживать баланс своего тела, особенно после множественных рецидивов. Бывает, что у нас пациенты выходят на улицу, да, не мышечная моторика слабая. И, соответственно, на этом фоне человек может подскользнуться еще как-то. Считается, что такие сложные функциональные упражнения помогают нормализовывать нейромышечную моторику. Нельзя делать это с грыжами повздошного отдела. Противопоказания такой, то есть ротации корпуса никакие нельзя делать. Но, если, опять же, упомяну, что у вас проблемы были, допустим, в грудном отделе, если просто в ряду каких-то сложившихся других заболеваний вы, в общем-то, долго лежали где-то у себя в кровати, в больнице, да, и вот сейчас просто восстанавливаете ваш опорно-двигательный аппарат, то очень полезно будет делать это упражнение. Также при сколиозах очень часто данное упражнение используется, но тут уже нужна консультация вашего лечащего специалиста. Поехали! Дорогие друзья, в общем, как заметил уже, правильно, мой замечательный оператор, данное упражнение, в принципе, пришло, можно сказать, в УФК из бодибилдинга. Для нас не важно как-то здесь сильно включать широчайшую мышцу, да. То есть, для нас очень важно, что в таком безопасном очень формате работают плечи и лопаточные суставы. Благодаря кроссоверу нету какой-то, да, стабилизации, удержания, как с гантелями, и, соответственно, таким образом мы можем максимально увеличить микроциркуляцию в плечи и лопаточном суставе. Показано это, может быть, при тенденитах различных, да, когда человеку нельзя подтягиваться собственным весом, это может вызывать спазмы какие-то сильные. Здесь мы можем уменьшить спазм. При различных горизонтальных тягах, да, если человек их выполняет, тоже иногда возникают, соответственно, боли, потому что человек смещается, лектор движения смещается. Для тех, кто, так скажем, суперпрокаченный пользователь, они знают, что при некоторых тягах может передний пучок даже включаться. У нас, да, дельта, и, соответственно, при тендените может вызывать, допустим, боль. Если мы, соответственно, в сторону тянем, уже этой боли не будет. Ну и вот всякая такая мелкая логика. Пишите мне в комментариях, кому интересно, подробно разберем каждое из этих упражнений. А сейчас пробуем. Дорогие друзья, данное упражнение лучше не путать с вот такой культуристической разводкой, да, классической. Его основное отличие в том, что здесь мы не столько делаем акцент на том, как мы сокращаем грудную мышцу, сколько делаем акцент на ее растяжение, на растяжение переднего пучка двери. Для чего это делается? Смотрите, я вам говорил, что я, в принципе, и сейчас продолжаю заниматься вот таким уже любительским пауэрлифтингом, раньше делал профессионально. Соответственно, если вы балуетесь чем-то таким вредным, как я, конечно, вам нужно спинять спазм с грудных мышц, с переднего пучка двери. Соответственно, если у вас так же, как и у меня, посмотрите, у меня есть такая вот фурунг-иперкифоза, то есть такой структурный парень, еще и из-за пауэрлифтинга это усугубляется, в принципе. То есть это наше упражнение, которое помогает развернуть осанку и ходить в обычном человеческом положении ровно. Если у вас в МРТ написано гиперкифоз, то вам обязательно нужно делать данное упражнение, чтобы максимально снимать спазм, соответственно, с мышц груди, с передних пучков. Они по-любому при гиперкифозе гипертонизируются. Сходите к массажисту, пускай он помнет вам грудь. И, соответственно, качайте, качайте спину. Ну а мы пробуем сделать это упражнение. Дорогие друзья, следующее упражнение – тяга в наклоне. Тяга в наклоне в кроссовье. Ну, ничто, по-моему, не может быть проще, если вы уже занимались в зале и вы делали обычную тягу в наклоне. Плюсы – это тяги в наклоне какие? Все равно, когда мы делаем тягу в наклоне, вот внимательные зрители, которые старый мой видеоролик помнят, что кто-то даже писал, но есть некий элемент все равно дестабилизации, даже если это какая-то маленькая штанга. В кроссовере, соответственно, ничего такого нет. Все по зафиксирующим направляющим. Второй момент – прогнутая спина. Будут напрягаться у нас не только повздошные мышцы спины, но и, соответственно, мускулис паровартибралис, длиннейшая мышца, которая идет вдоль всего позвоночника, и она напрягается, она в тонусе, и при многих дегенеративных процессах это стабилизирует ваши позвонки, и, соответственно, позволяет стабилизировать их в дальнейшем, так называемый, формировать правильный мышечный корсет. Да не только здоровые крупные мышцы, как у бодибилдеров у вас, но и маленькие, которые держат сами позвонки, тоже будут развиты. Ну а мы пробуем. Также обращаю внимание, что у меня вектор движения смещен. Это позволяет максимально растянуть широчайшие мышцы спины, и, соответственно, лучше тянется повздошный апневроз тоже благодаря этому. То есть, соответственно, у нас больше растяжения мышц спины, чем в классической тяге в наклоне. То есть, фактически, это такой ее лечебный, можно сказать, вариант. Дорогие друзья, здесь, соответственно, в этом упражнении тяга за голову такая специфическая. Наша цель какая? То же самое. Растягиваются мышцы грудные, да, передние пучки, да, но это если про крупные, не будем сейчас здесь все перечислять. Как я уже говорил, пишите в комментариях, если вам нужно подробное объяснение, почему я так или иначе делаю каждое упражнение. Значит, и в принципе, в отличие от того, что когда вы хоть чуть-чуть, но спазмируете, да, когда вот эти вот тяги перед собой классические вы делаете, повздошный отдел спазмируете, при различных невралгиях, вы знаете, при различных, соответственно, дегративных изменениях, какой он после воспалительного процесса реакции у спины, это спазм. Соответственно, чтобы не спазмировать иногда наши повздошные мышцы, мы можем наклоняться вперед и как бы слегка висеть на этом блоке. Ну, сейчас вы это увидите. То есть я достаточно хорошо расслабил свои мышцы, здесь чувствую растяжение и сокращаю только, соответственно, мышцы плечо-лопаточного сустава. Вовздошные совершенно никак не напрягают. Локти слегка за спину движутся, вниз локти не напрягают. Дорогие друзья, еще одно упражнение для таких вот сутылок парней, как я. В общем, в чем суть? Суть в том, что при том случае, особенно если мы работаем вместе с массажистом, если мы работаем с врачом, соответственно, гнувальным терапевтом, и мы уже убрали с грудных, миофициальный синдром, да, спереди кучков дельти. Это я рассказывал в тот момент, когда мы, опять же, работаем с гипер-кифозами. Вот. Это все дело мы убрали, мы можем постепенно, плавно давать туда легкую нагрузку. Ну, опять же, если вы не хотите, так скажем, какого-то спорта, если вы хотите только здоровья, вот нагружать их лучше только такими лечебными упражнениями. И, опять же, когда мы делаем на растяжение, мы прям стараемся почувствовать такое сведение лопаток и растяжение в грудном отделе спины. Вот. Это максимально важно для того, чтобы, соответственно, это упражнение стало наиболее эффективным. Чувствуете растяжение, а не сокращение. И здесь я свожу максимально лопатки и позволяю блок у себя растянуть. И на выдох сокращаю. Чувствую легкое напряжение в грудных мышцах и, соответственно, в переднем пучке дельти. Здесь идет растяжение. Здесь сокращение. Дорогие друзья, ну, если какие-то упражнения были не такими странными, то это вообще прям странная-странная, короткая-короткая. Для чего оно нужно? Делая ротацию плечево-опалочного сустава, мы, соответственно, улучшаем микроциркуляцию в области акромиона, в его области. Очень сложная графическая анатомия идет такая, если можно так выразиться. Вот это все описать, как на досное, с подосным там срабатывают. Если вам это интересно, я прям отдельно сяду и расскажу, кому нужно. Но я забываю, что большинство из вас вы хотят глобально знать. Но суть в чем? Если у вас какие-либо дегативные изменения в области акромиона или стендиниты, да, по которым мне очень часто писали и пишут до сих пор, хотя я его очень старый, вы можете сделать это упражнение, оно колоссальным лечебным эффектом, обладая ротацией, соответственно, чего вот сустава. Просто берем, фиксируем, соответственно, у корпуса наш локоть ровненько и как будто открываем дверь. Корпус у нас держим ровно. Хотя, если вы, вот у меня полускользкий, вам как-то неудобно, можно применять и размножку. Это не принципиально. Менять положение. Главное, не отрывается локоть. Максимально прижат к корпусу. Плечо вверх не задираем, плечо опущено вниз. Дорогие друзья, это аналог, по сути, горизонтальной тяги. Только с ротацией, соответственно, плечевого сустава. Опять же, распределяем симвиальную жидкость к плечевому суставу. Естественно, если у вас сильно раздолбан окно, как и во всех других случаях, все равно перед лечебной физкультурой лучше проконсультироваться с вашим врачом-реабилитологом. Но, если, соответственно, это просто какие-то форматы пентинитов застойных, типа динамии, у вас, да, может быть, вы пережили легкую какую-то миалгию, то вполне возможно использовать данное упражнение. Пробуем. Такая, можно сказать, соединенная лодочка, да, с нашим аналогом вертикальной тяги. Что это позволяет? Это позволяет лучше, соответственно, прогрузить мышцы спины. Особенно, когда вы пережили вот это вот состояние, да, из гипертензии всяких возможных, вы ушли в гипертензию. Такое очень часто бывает, да, в гиподинамию ушли, может быть, в сочетании гиподинамии. Постепенно наращиваете нормотонус в мышцах. Соответственно, это упражнение позволяет поработать и мышцами плеча, лопаточного сустава, и, соответственно, прогрузить всю спину. И еще, на мой взгляд, здесь очень неплохо тоже музыку испаривать. Брадес, линейшая мышца, да, позвоночника участвует. И, соответственно, ну, как вам сказать, для, на мой взгляд, для функционала, да, позвонков, для того, чтобы у вас спина была здоровой, и чтобы, соответственно, как я уже говорил, снижать нагрузку, да, на позвоночный сок, развитие этих мышц необходимо наряду со всеми остальными. Поэтому, как бы, будем делать такой вот аналог соединенной лодочки, тягу в лодочке, в общем-то, я это так называю. Пробуем. Исходное положение, руки расслаблены. Ноги можно напрягать, они у нас уперты в пол. Голова опущена вниз, голову не запрокидываем наверх. Поднимаем, разводим руки, делаем легкую паузу. Выдох, опускаемся. Расслабляемся, выдыхаем. Вдох, поднимаемся, сводим, соответственно, лопаточки наши. Держим немножко паузу. Выдох, опускаемся. И вдох, поднимаемся. Корпус можно стараться с каждым разом чуточек выше поднимать, а вот голову вот так вот забрасывать ни в коем случае не стоит. В пылидах опускаешь. Показываю показывать это упражнение. Были вопросы, несмотря на то, что я его продублировал во всех своих видео по фитнесу, но, видимо, вы не все видео смотрите. Упражнение мне задавало вопрос одна из моих подписчиц. Как качать пресс, чтобы не напрягались ноги, чтобы не напрягалась поясница. Ну, то есть, под прессом должны понимать, да, с точки зрения классической анатомии нет такого понимания. То есть, у нас брюшные мышцы есть, да. И, соответственно, вот, чтобы нагрузка была только в брюшные мышцы, мы должны изолировать работу поясницы, да, чтобы она не отрывалась от пола. Если у нас есть гиперглордоз, такое вот искривление избыточное, смотрите выпуск. Большая попа или гиперглордоз я снимал. Соответственно, для того, чтобы компенсировать, если здесь изгиб сильный, здесь гипертонус, в брюшных мышцах гипотонус. Чтобы это компенсировать, нужно, соответственно, нам брюшные мышцы прокачивать. Для этого мы кладем сюда валик. Такой вот импровизированный, можно специально под поясницу. Дальше. Есть несколько вариантов выполнения этих упражнений. С подсогнутыми, если у вас ноги сильно включаются, можно без отрывок резца, это очень важно, чуть-чуть протянуть к себе коленки. Один из вариантов, который мне сейчас стал нравиться, есть с опущенными руками, просто поднимаем. Тогда будет, видите, меня уже здесь прям трясет. Тогда будет, соответственно, напрягаться еще и шейный отдел. Я скручиваю шейный отдел до тремора. Поднимаюсь, ищу, где у меня тремор сильный, прям мышцы бам такие сократились, короче. Вот. И второй момент. Я руками тянусь к потолку, голову направляю в груди. И опускаюсь. Руки опускаю в пол сюда. И локтями слегка стараюсь коснуться пола. Чувствую дополнительное растяжение. Опять, соответственно, натягаюсь к потолку, чувствую тремор, тремор пошел. И, соответственно, опускаю, локти тяну сюда, соответственно, к нашему полу. А вот мы, в общем-то, и посмотрели, да, эти странные упражнения. Нужно помнить обязательно, что даже если вы увидели самое странное упражнение, возможно, за ним кроется что-то, в общем, специализированное, что-то специальное. Не все упражнения рассчитаны на мышечную гипертрофию. Многие упражнения просто для того, чтобы мышце придать лучшую эластичность, чтобы в мышце была лучше микроциркуляция, то есть, ну, кровь, так скажем, там лучше все делает, там и вала, лучше распределялась синвяльная жидкость внутри суставов. Это очень и очень важно, если у вас есть какие-либо дегративные изменения опорно-губительного аппарата. Однако нужно понимать, что лечебные упражнения – это как инструмент. Вы же не станете микроскопом забивать гвозди. Поэтому, соответственно, чтобы вам максимально точно подобрать инструмент под ваше непосредственное заболевание, вам необходимо обратиться к врачу-реабилитологу. С вами был Крацев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до прибыли с вами. Здоровья! Продолжение следует...